всем привет друзья сегодня свободный выдался у меня денек и решила его посвятить приготовлению простейшего напитка напиток этот мы уже делали делали его пвк делали по белой схеме но и много возникло вопросов что тут как бы с пвк то все просто как без пвк и вот раз уж время выдалось я решил без пвк сделать односолодовый ячменный виски и показать насколько это просто вообще напиток я считаю он хорош он вкусен он ароматен но для него важно правильная дистилляция во-первых солод во вторых ну и бочка в третьих бочка кстати должна быть очень хорошо подготовлена обожжена ну то есть виски это не должен быть первым напитком выдержанным в бочке то есть бочка до этого должна пройти путь там или бурбонов или каких-то еще других дистилляций или долгое время там находиться на вине но у меня вот эта бочка уже не первой заливки сейчас последние полгода в ней отдыхает портвейн вот бочка такая убогенькая но она уже как бы очень хорошо приработалась ну и наконец наступает момент ее величия то есть ей будет доверенно приготовить вискарь полгода на портвейне она перед этим у выдерживается и знаете хотя напиток этот вкусен и хорош но вокруг этого напитка создан просто какой-то культ по сути что такое виски это самая простейшая обычная солодовая самогонка то есть вот у меня здесь солод солода там между 11 12 килограммами сколько там влазило в эти тальки уж точно там сбился его считать но приблизительно так вот 50 литровая кастрюля здесь пол кастрюли воды воды нагрел до 60 градусов процесс примитивен до нельзя так как все это мы будем делать по красной схеме то соответственно просто солод вносим в воду и перемешиваем все это все должно раствориться но почему 60 градусов вода я хочу выйти там примерно внеся солод на 55 градусов вытяжку включу конечно будет немножко шуметь но пыли будет тут у меня поменьше хотя бы на единичку хочу выйти на 55 градусов чтобы у меня образовалось немного азотистых соединений моем заторе чтобы дрожжиком было проще работать то есть у меня будет двухпаузное затирание сейчас я продемонстрирую насколько все это примитивно и просто первая партия пошла ничего не слепается солод сейчас фракцию покажу вам солод вот такая вот дробленочка после вальцевой мельницы то есть это не мука запах конечно когда солод воду уносишь потрясающий да нельзя просто друзья потихонечку единственное что я не люблю сейчас с кастрюлями вот этими заморачиваться когда пвк купил потому что пыль вот это вся на кухне брызги одним словом приходится после себя убираться так давайте я сейчас наверно засыплю я вытяжку включу посильнее чтобы у меня тут пыли было поменьше вам слышно все равно ничего не будет с таким шумом вытяжки и внесу этот солод вот пыль осела вытяжка и вернее забрала заметьте просто его бросил в воду солод его не перемешивал тот момент как сюда засыпал связи с тем что он превращен в такую сечку никаких комочков не образуется если бы это была мука то конечно ее нужно было бы растворять в холодной воде и потом все это нагревать в связи с тем что здесь у меня просто сечка никаких проблем никаких комочков вот и все все промешивается до самого дна все очень однородно вот так опа осталось взглянуть на термометр ну тут даже немного на пару градусов я перескочил с температурой у меня здесь место свободного вала сейчас водички доливаю специально сделал так не полную кастрюльку чтоб подкорректировать вот пару тазиков воды добросил приблизительно 54 55 градусов у меня такой есть можно точнее посмотреть вот такая температура что делаем просто на вот этот тазик наш вот не обращаем никакого внимания в течение получаса пускай при 55 градусах отдыхает полчаса кстати о дезинфекции бочку эту я просто помыл с моющим средством и все бочку в кастрюльку ничем не заморачивался залил воду вода обычно из-под крана прошла через один фильтрующий элемент такой довольно грубой очистки все ну вода у меня под краном хорошая как бы никакие фильтр системы для заторов особо не нужны тут и скважины артезианской вроде как подключена все это одним словом полчаса ждем так прошло 25 минут я включил газ то есть пока мы выйдем из этой температурной паузы куда-то за какие-то грани у нас в принципе все это еще пять минут в этом температурном диапазоне пробудет вот сейчас друзья наступает единственный момент за что я не люблю последнее время делать это в кастрюле что течение где-то минут 30 придется стоять возле этого затора с веслом дабы ничего не пригорело так слегка помешивая на очень сильном газу тоже нагревать нельзя пригореть вот так вот ближайшие полчаса надо провести то есть сейчас поднимаю температуру до 66 градусов процесс идет но если в кастрюле у меня побольше места было все это гораздо в разы можно было ускорить просто бахнул сюда кипятка горячей водички у меня кипятка можно маленько залить еще вот еще литров 5 сюда влезет но кастрюля будет слишком полная и работать с ней уже будет неудобно будет все это брызгаться поэтому вот так вот немного времени проведу солод обычный базовый пилцы производства по моему то ли курский то ли ефремовский что-то из этого самый простой российский недорогой солод вот процесс идет я тут веслом потихонечку помахиваю и как бы в процессе вот этого нагревания как вы помните ферменты они вообще потихоньку работают во всех диапазонах температур тот диапазон на котором мы хотим выйти это просто вспышка работы ферментов то есть там они работают очень быстро очень хорошо дополняя друг друга превращает молекулы крахмала мальтозу но чем выше поднимается температура то есть вот я еле промешивал этот затор тяжело мешалось на дно все оседало а сейчас я встаю буквально тут 60 у меня температура приближается прошло с 55 от ровно 9 минут у меня 9 минут я нагреваю температура приближается к 60 и уже вот этот затор стал заметить как промешиваться то есть он уже стал значительно более жидкий то есть ферменты уже начали разрушать крахмал начался процесс осахаривания температура где-то за 62 63 градуса перевалила и затор уже стал как бы не какой-то там кашей с водой то есть фракции где оседает там ведут себя как-то отдельно то есть затор стал совершенно однородным то все это очень легко промешивается затор стал довольно жидким прошло 17 минут с момента нагревания после 55 градусов все друзья температура 66 градусов достигнута за 20 минут с 55 ну вообще до 50 я воду на газу практически не грел я просто набрал ее через газовый котел она прошла сразу набрал воду горячим это заливала сюда первый раз то есть вся вот эта панихидка заняла у нас времени и жизни примерно полчаса на все весь процесс полчаса у меня занят я выбрасываю то время когда на 55-минутной 55 градусной температурной паузе когда у нас зато вот стоял 25 минут и это время выбрасываю как бы другими делами занимался все 66 все друзья если кто-то думает что там буду ходить укрывать чем-то эту кастрюлю тут утеплять ее вообще ничем не буду заморачивать крышку накинул сверху термометр воткнул 50 литров затора его остудить то проблема сам по себе он остывать будет очень долгое время а нам времени нужен всего лишь час поэтому я занимаюсь этот час своими делами вот а зато у нас находится в этой кастрюле если я буду проходить мимо и температура там будет как-то снижаться то рядышком у меня чайник я доливаю кипяточка и все это перемешаю ну еще как бы в процессе осахаривания сколько он будет стоять я в течение этого часа там раз другой подойду весь затор перемешаю потому что дробленочка у нас не мука вот с перемешиванием получше будет все сейчас ждем друзья видите как меняется температура прошло 34 минуты никак она практически не меняется все том же диапазоне разочек перемешаю пускай еще полчаса поставить но после перемешивания он видно видно на радость температура уменьшила у меня чайник кипяточка здесь имеется бахну половиночку снова замешаю затор абсолютно уже жидкий и начала появляться прозрачность заторе стал значительно темнее чем был появляется сахара друзья ну температура маленько выросла снова приблизилась 36 ничего страшного быть не произошло если бы я даже воду эту не доливал и ничего не подоливал то есть и так будет все друзья нормально безо всяких заморочек даже если бы я не перемешивал все это ничего бы такого сверхъестественного не произошло все было бы нормально и так все еще полчасика хотя каких полчасика тут 20 минут осталось я сахаривание закончен так час позади принес тарелочку сейчас фокусируем так йода возьмем маленько ну и сусло зацепим ну чё как думаете осахарилась не проверяем как видите доска у меня тут дежурно отваляется осталось перелить все это фермента где-то и будем сбраживать доска чтобы кастрюльку поставить на пол ну и сейчас титаническим усилием одному тяжеловато конечно кастрюлю поднимать с плиты так друзья феноменальной заражаемости зерновых и солодовых брах вот бочку я приволок с улицы стояла она у меня несколько месяцев во дворе и не пользовался покрылась там вековым слоем пыли единственная дезинфекция которая провел с этой бочкой я сполоснул ее из садового шланга я ее даже моющим средством не мыл скажем так ну как перелить я вам неоднократно показывал не разбрызгиваю видите как сусло уже стало прозрачным таким то есть вот этот бочонок лежит краешком на кастрюльке и рукой его придерживаю с помощью вот такого двухлитрового ковша очень удобно в принципе даже брызг на пол не падает и так пришел туда где воду можно подключить снова заражаемости брага чиллер у меня провалялся больше полгода точно в подвале я сполоснул его под краном такая вот у него была дезинфекция чиллер это мой еще первый этот 100 летний его взял потому что у меня тут процесс идет перегонки а на нем вот эти стоят быстро разъемы то есть удобно воду подключить через дистиллятор прямо в него пойдет все водичка подается охлаждаем ну и в процессе охлаждения подмешиваем шумовочкой чтобы охлаждение у нас было поэффективнее шумовка тоже кстати после дезинфекции до на последний час провалялась на кухонном шкафу так друзья далее дрожжики пока у нас зато расстывает дрожжики буду использовать со спирит американ виски от ферментис ну видите в каком они пакетике то есть вот эти дрожжики мне прислали ребята из магазина ферменты.ру вообще упаковка вот в этих пакетиках ну как видите здесь нет никаких дат когда там эти дрожжики упакованы когда там они созданы и так далее дрожжики сами знаете имеют свойство со временем портится вот поэтому я не особо люблю такие вот упаковки ну упаковки магазинов люблю больше в заводских упаковках дрожжики вот но здесь как бы качество этих дрожжей оно полностью остается на совести людей которые произвели вот эту упаковку ну и сейчас посмотрим все ли у них нормально с совестью вот водичка у меня градуса 25 я накину сюда ложку декстрозы водичку и на вот этот наш затор используем где-то 25 грамм этих дрожжей ну пакетик запайка здесь произведена ну и такие сделаны два заусенца вот так вот скрывается то есть упакован герметично это уже хорошо далее как обычно вот этот замок ну и 25 грамм я думаю будет более чем если бы я был уверен в дрожжах на сто процентов то просто этот пакет высыпал бы в наш зато но хочется проверить потому что всякое бывает хочется проверить их на работоспособность так все замечательно через 10 минут все узнаю вот друзья совесть поставщиков дрожжей как видите более чем чисто спустя 10 минут вот такая уплотниковая шапочка шапочка здесь у нас то есть дрожжиками все слава богу замечательно все идем засыпать так ну здесь у нас 30 градусов еще весь этот затор для дрожжей температура великовато ну мы вот так поступим место позволяет водички холодные маленько добавим да и все на это так чиллера можно удалять так чиллера можно удалять и маленько воды добавлю холодной чтобы еще охладить то есть дезинфекция вы понимаете да дезинфекции никакой абсолютно я даже стараюсь чтобы наоборот все это было как то так все отлично температура сухла 24 градуса дрожжики примерно так же все и вот так извиняем когда поражение начнется вот такой задвор поставлю забулькает будем видеть все на это 5 часов друзья прошло вот так вот гидрозатворе сейчас открою бочку посмотрим что там внутри вот такая пенная шапка внутри ну и как вы думаете какой запах запах а запах замечательный солодовый зерновой очень вкусный друзья все у нас процесс брожения нормально начался почему друзья все это было снято вот про то что дезинфекции нет просто очень много вопросов о том как я делаю дезинфекцию для зерновых брах раньше еще как то заморачивался а потом пришел к выводу что хоть делай ее хоть не делай лишь бы емкость была чистая ее даже как бы там моющим средством если она там не в какой нибудь там засохшей дрожжевом осадке и так далее просто водой помыл губочкой и все и все происходит всегда нормально никогда не бывает заражения вот заражение друзья будет только тогда если вот эту емкость возьмете например и не чиллером охладите и запустите туда дрожжи оставите в теплом помещении на какое-то там продолжительное время на несколько часов вот чтобы оно остывало своим ходом и тогда обязательно у вас получится заражение и брожение будет не спиртовое а молочнокислое то есть когда вы придете дрожжи добавлять будет уже поздно дрожжи там уже будут слави ну на этом все вот это сбраживаться будет около пяти дней но буду смотреть по времени когда перегонять дальше включимся так друзья прошло чуть больше недели даже и зато для нашего будущего вискаря полностью отбродил вот брага спокойно как болото в лесу ну что перегоняем отправляю одним словом на перегон ну так так и и так 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 Продолжение следует...